Я думаю, мой доклад будет небольшим, поскольку это классическая ситуация на предприятии, классический конфликт. В общем, как все началось. Узнали мы в этом конфликте на фальтовом заводе на Крутенинге. Это было в начале февраля этого года. В общем, к нам подошли рабочие, сказали, что их знакомые Терпуховского лифтостроительного завода сообщили, что вот есть такая революционная рабочая партия, которая помогает решать конфликты. В общем, обращайтесь к ним. Итак, побеседовав с рабочими прямо на митинге, мы выяснили следующее. С июня 2017 года 120 человек, по сути, сидят без зарплаты. Это на тот момент продолжалось 8 месяцев, и общая задолженность составляла, если я не ошибаюсь, 34 миллиона рублей. По классике, рабочие обращались в различные инстанции. То есть и в прокуратуру, и в следственный комитет, и в суд даже личное письмо Путину писали, но, как известно, без результата. То есть их обещаниями, и в конечном итоге они решили обратиться к нам. Значит, мы сразу же выпустили статью, взяли у них интервью, и решили организовать митинг в Мутищах. Ну, это такой предмосковный город, вы, наверное, знаете. Значит, на митинг пришло около 50 человек. 60? Ну да, 60 человек. Он был политизированный, то есть и рабочие стояли с нашими флагами, кричали наши лозунги, выступали. И, в общем, так получилось, что выяснилась еще одна вещь. То, что с середины марта всех рабочих сокращают. А перед этим им руководство предлагало такое хитрое решение конфликта. То, что они выплачивают долги до ноября-декабря, а потом заставляют задним числом подписать заявление об увольнении. Ну, так удалось обмануть только трех человек. То есть рабочих не хотели оставить это дело так. И вообще к концу того года большинство рабочих даже не выходило на предприятие. То есть там оставались самые обычные люди, то есть электрики, охранники. То есть просто, чтобы оно функционировало. Но оно никакой продукции не производило. Вот. Следовательно, устроили мы митинг. Несколько раз ходили к администрации президента. Там тоже был такой забавный случай. То, что мы пришли к администрации и прямо на наши головы с крыши сбрасывали снег. Вот прямо именно в этот день. И, в общем, примерно где-то в конце марта, если я не ошибаюсь, нам пришла замечательная новость. То, что рабочим выплатили зарплату где-то примерно до февраля. То есть погасили практически все долги. И мы пообщались с рабочими. Насчет остальных долгов от руководства ничего не известно. То есть какие-то там смутные обещания. И, соответственно, рабочие поблагодарили нас за решение этого конфликта. То есть за его помощь. Потому что, как мы понимаем, без шума на эту тему в СМИ... Кстати, нашу статью несколько раз копировали другие сайты. Не помнишь, как они называют? Много. Ну да. И, в общем, без всего этого, скорее всего, их бы просто уволили и не выплатили никакую зарплату. Даже частично. Вот. И рабочие не стали вступать в партию, потому что, во-первых, они устроились на новые работы уже. То есть они, по сути, заняты. И вы понимаете, почему рабочие чаще всего не хотят вступать в партию. И, в общем-то, просто предложили нам материальную помощь. Они дали нам где-то 9 тысяч. Вот. Поблагодарили и сказали, что, может быть, кто-то из них будет ходить на наши митинги. Но этого в ближайшее время точно не будет, поскольку все уже разъехались. Вот такая ситуация. Спасибо. 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 Спасибо.